Ты не так собираешься держать? Я все равно считать ничего не смогу. Ты можешь себя показывать дальше. Понятно. Я не буду. Как это ты не будешь? Ты хочешь быть читал? Да, скажи. А я не смогу читать. Я сейчас буду попадать в ДДП тогда. Всем привет! Супруга-набрач отказывается помогать мне в чтении комментариев, так что буду одним глазом смотреть на экран, другим глазом на пробку. Итак, мы переехали. Переехали в наш новый район. И вот километра три в час мы плавненько едем. Привет, Казахстан. Едем сначала сдавать анализы перед операцией, потом любимую завозить на работу. Ну и все. Дальше пошли, понеслось. Привет, Бенза. Доброе утро. Какой у нас район? У нас район Ольгина. Как список в новой квартире? Классно. Кем работаю? Тренером. Привет, Екатеринбургу. С Новосибирска. Привет. Что за операция? Пластическая трансформация. Супруга без настроения? Да, супруга по-трифшему без настроения. Потому что у меня сегодня психологическую травму-три. Не хочу вообще ни общаться, ничего. Не хочешь со мной сегодня общаться? Я не буду говорить, почему это нельзя говорить. Почему нельзя больше писать, когда много людей? Ну, потому что, не знаю, настолько, наверное, еще несовершенная система, что не успевает все попасть. Какую операцию будем делать? Потом расскажем, какая у нас будет операция. Уже несколько позже. Да, мы выйдем и в перископы. Мои знакомые с операторой все заснимут. Так, чтобы будет все нормально. Что будем трансформировать? Тело будем трансформировать. Нет там ограничений, чтобы ты успевал считать? Нет, ограничений нету. Как глаза падают на экран, то я успеваю прочитать. Больно ли делать губы? Ну, несколько неприятно, но не фатально. Так, секунду перестроения. Какая марка машины? Дурацкая. Opel. Силиконово-молочные железы? Нет, почему же? Просто коррекция лица. Привет, Саша, с Солнечного Баку. Баку тоже привет огромный. Он же солнечный. Нужна редкая разука, чтобы супруга скучала. Нет, у нас и так разука в течение дня. Если она же на своей работе, я на своей. Обжились ли в квартире? Обживаемся. Готовка будет, как только я поправлюсь после операции. Наверное, недели через две. Opel-марка клевая. Ну, наверное, да. Но только она не подходит для хорошей езды, потому что он быстро валится. Самара, привет. О, доброе утро от Антонио. Антонио, привет. Нам, блин, этот Яндекс.Пробки показывает, что пробки в одном месте, а не нахрен как раз в том месте, где едем мы. Как часто делать силовые тренировки? Не знаю. Можно даже делать и силовые недели. Недели две-три. Потом уходить на разгрузку, уходить потом на объемный тренинг. Тут на самом деле все очень интуитивно. То есть надо смотреть, как ты себя чувствуешь, как я чувствую в связке. Коллега, коллеги, коллеги, привет. Так, тяжело тут перестраиваться и болтать. Ты зачем жену обидел? Но вы даже не поверите. Мы же только переехали, и у нас нет никаких баночек. А чтобы сдать анализы, нужно было куда-то подписать. Я подписывал, оказывается, это была ее любимая кружка. Я в жизни этой кружки не видел. Она ее из каких-то погребов достала. Теперь она сидит и дуется, что я надув ее кружку. Как можно было написать мою любимую кружку? Из всех кружек ты выбрал мою любимую кружку. Да, так бывает. Со всей полки ты не мог выбрать другую кружку. Но у нас же все одинаковое, она мне тоже понравилась. Хорошая была кружка. Жена, покажите себя. Не хочу, я злая. Анализы спецбанков принимаются. Я знаю, так мы едем в нормальную клинику, в инвитро. У них баночки разовые, и, соответственно, там перельем. Не говори мне ничего. Три раза в неделю кардио, по часу норм на диете. Да, нормально, на самом деле, кардио можно делать и чаще. Но надо помнить, что час это достаточно большая нагрузка, поэтому надо либо протеинчик, либо БЦАшки. Все с собой. Да нет, изменилось правило несколько лет назад, и теперь в клиниках этих нельзя идти в туалет и сдавать там анализы, потому что там целая куча своих санитарно-эпидиологических норм, под которые не попадает целая куча процедур. Так, решил заставку в Перископ поставить. Да, супруга решила поставить заставку в Перископ. Многие, кто у меня подписан в Инстаграме, не видят Перископ, и, соответственно, сейчас у меня супруга, да, и до работы поставят меня туда, чтобы меня видели все остальные. Кардио делать каждый день по 15-20 минут. Ну да, это вообще на самом деле очень круто и очень полезно. Так, секунду, перестраиваемся. Мы же через Дальний мост идем, да? Да, да, через Дальний. Так, что тут еще? Ты кто? Я не знаю, кто я. Вроде не гуманоид, тоже радиус на планете Земля. У моей жены акцент питерский. У тебя питерский акцент. О, Господи. Хорошо, не московский. Да, московский это скормление. О, тут нам написал человек, который предошел от Абезьяны. Поймите направо. Видели меня по телевизору, смотрели про наркотики? Правильно. Вы смотрите новости, верите им? Ну, тогда все гораздо проще в этом мире будет вам казаться. Теперь поймите направо. ДПС не тормозят? Да, меня нет за что тормозить. Скорость я особо сильно не превышаю на участках. Номера у меня чистые. Что еще? Укоголь я не принимаю, так что проблем тут нет. Что, мне нравится Москва? Нет, Москва нравится всем. У меня много друзей, москвичей. Но есть места, где ты себя чувствуешь более комфортно, где менее. Слишком большая, слишком много пробок. Не знаю. Девушка из Рашки? Да, жена у меня русская. Как дела вообще? Без макияжа как ходишь? Никак. Он у меня нататуирован, поэтому я не могу ходить без макияжа, если только не содрать свое лицо. Вы меня видели на Невском, а дальше, извините, я не досчитал. Мась, если не будешь читать комментарии, я смогу очень быстрее. Давай, поворачивай на себя. Я не могу. Ну, мы едем 90 км сейчас. Ты хочешь, чтобы мы куда-нибудь приехали? Нет. Я тебе сказала, что... Ладно, хорошо. Не переживай. Только что смотрел на Ютубе, как меня спас. Мы поймали за стероиды. Да. Меня еще по телевизору потом крутили годы четыре. У них реклама поэтому лучше продавалась. Поэтому все считают, что я это делал регулярно и постоянно. Но, к тому же, оказывается, я их еще и продавал. На самом деле, все было менее эпично. Как зовут? Кого зовут? Ты сейчас в Москве? Нет. Сейчас мы в Санкт-Петербурге, и в Москве мы будем, наверное, только к концу марта, но мы об этом оповестим всех заранее. Как обаливаетесь? Чем? Как меня зовут? Саша меня зовут. В аварии попадал? Попадал. Не раз. Осторожно. Какие планы планирую в будущем? Планов много, но из ближайших планов это все-таки поездка в Челябинск, которая у нас откладывается уже месяца два. 5, 6, 7, 8 число марта мы проводим в Челябинске, потому что билеты уже куплены. Надеюсь, ничего с рожденным не случится. Так что вот. Саша долго ли привыкал к клыкам? Что значит привыкал? Сразу, когда они появились, мне было в них очень комфортно и прикольно. Не знаю, интересное ощущение при поцелуях, вообще интересное ощущение, когда они находятся во рту. А так, не знаю, очень удобно. Что за грим? Какой грим? Я просто фрик и потаж? Нет, я просто человек. Не знаю, мне так нравится. Просто, чтобы ваша жена камеру повернула. Она сегодня не в настроении. На что должна тратить женщина деньги? Да на то, что хочется, на самом деле. Жизнь должна состоять либо из того, что мы должны делать, либо из того, что мы хотим делать. Второй вариант, мне кажется, более интересный. Пойдешь на концерт скутера? Да, я в ближайшее время никуда не пойду после операции. Я буду кое-как доходить до работы. Ты девочка? Мне вроде пипенька осталась, значит, мальчик. Сколько в день нужно пить воды для набора массы примерно? Тоже неверный вопрос. Организм насиливать зря не надо. Опять же, я не знаю ваш вес, я не знаю, какой у вас метаболизм. Идут ли у вас отеки, насколько работает надплощечник адекватно. Как у Михаила Кокляева дела? Провелся он после операции? Да, у Мишки все нормально, но он просто достаточно долго болел, потому что иммунитет подкосил его. И тоже он такой очень вялый был, депрессия. Спасибо. Зачем тебе это все? Ну, на все нужно для чего-то. Каждый видит в этом свою цель, какие-то планы. Другие могут их не видеть. Саша, игнорируйте глупо-некорректный вопрос, всем людям мне ничего не поможешь. Да я практически игнорирую. Просто я читаю быстро. Почему же я эпатирую? Нет, я живу для себя. А то, что вы считаете внешним проявлением, это ваша оценка ситуация, которая там ближе, по духовности, наверное. Я жуткий. Я жуткий? Нет, ты любимый. Я жутко любимый. В какой район переехали? Далеко от Невского. В Приморский район переехали, да. Переехали далеко за город. Какая операция престоит? Потом расскажу. Ты микрофон закрыла? Все, теперь стал лучше. Любимый поставил телефон на руку и микрофон закрыл. Во. Так. Саша и Иришка, привет. Прекрасная пара. Все. Вот мой Дутик сидит. Так, Дутик, Дутик, давай. Я не буду, я обиделась. Все. Совсем обиделись? Вообще обиделась, все, не хочу. Но я потом помою кружку, но хочешь или просто так? Я не знаю, чем ее теперь можно отмыть, а психологически как ты мне ее отмоешь? Пописываю на тебя, не знаю. Не хочу, все. Как можно было пописать мою кружку? Она не хочет новую кружку. Да вообще кружка-то голимая на самом деле. Какая? С сердечками. Вот такая кружка, большая. В прошлый раз я возил анализы им в трехлитровой банке, они тоже рожали. Куда едем? На анализы. Ира и Мала в инстаграм, потихоньку будем ее развивать в инстаграме. Сколько раз в жизни я пив мочу? Да ни разу. Зачем мне ее пить? А что в Челябинске будет? В Челябинске будет? Не знаю, у Мишки есть свой план. Я на самом деле в первую очередь еду к семье Кокляевых. То есть Ира очень сильно тоже дружит и с Оксаной, и с Мишей. Соответственно, мы едем встречаться. Хочу познакомиться лично с Лешей Серебряковым. Есть еще много ребят в Челябинске, кто хотел познакомиться. Обязательно там будем. Детишек пока не будет. Готовка будет недели через две. Машина Opel. Что у меня с губами? А что у меня с губами? Такие хорошенькие, красивенькие, сочненькие. Так, поворотик на мост. Масек, на, держи. На, держу. Видел ли я видео, которое снял Леха Серебряков? Нет, к сожалению, не видел. Когда к Ешанкину, не знаю теперь, когда уже пригласят, потому что марта у нас, начало марта достаточно сильно расписано. Еще проекты нам предлагают в Петербурге. Зачем столько силикона? Где силикона? Образ жуткий. Ух! Вам страшно? Когда дрался последний раз? Ой, не знаю, много лет назад. Леха Серебряков вообще очень интересный человек. Да, Леша очень интересный, очень духовный. Нам обязательно будет с ним о чем поговорить. Не знаю, очень-очень жду этого момента. Да и вообще будет интересно. Я же никогда не был в таких далеких краях. Красиво особо не путешествовать. Да. Что за куртка? На бренда? Нет, я обращаю внимание только на то, насколько мне комфортно, удобно и сколько это вписывается в мой внешний образ. Хотя зимой трудно вообще создавать какой-либо образ, потому что просто тупо нахрен холодно. Так, Масек, все, мы уже подъезжаем. Все, мальчики, девочки, всем спасибо. Со всеми были рады пообщаться. И обязательно увидимся. Мы даже сегодня вечером будем еще с любимой в Перископ. Так что, до новых встреч. Все. Всем пока. Жми на окончание трансляции. Двумя руками.